Всем привет, с вами Кардес, и сегодня наконец доберемся до самой животрепещущей темы, которую меня давно уже просят раскрыть. Это то, как найти самый секретный, самый редкий оберег в игре, Анихилус, где его достать, как его выбить. Я уже несколько штук на выбивал, и сегодня я с вами поделюсь тем, как и где его достать. И давайте обо всем по порядку. Для начала вам нужно оказаться в игре, в которой кто-то продает кольца Джордана. Это ярдановые камни, Stone of Jordan. Нужно продать самые крутые кольца в игре, и продать их нужно где-то 75-150 штук торговцу. После того, как вы их в этом объеме продадите, на свет явится Убер Диабло, и, собственно говоря, вы этого Убер Диабло убиваете. Точнее сказать, это не Убер Диабло, да, наверное, а Клон Диабло. Ну, по сути, по логике он очень похож на Убер Диабло, которого вы встречаете по Убер Трестераме, но, тем не менее, называется по-другому. Это Клон Диабло с немножечко другими параметрами. Появляется он в произвольном месте, а точнее, в том месте, где находится, ну, любой какой-нибудь моб-чемпион или уникальный моб, поэтому, как правило, удобнее всего его фармить. В пятом акте сразу телепортируемся. Здесь обычно стоит Элдрич, ну, вот, соответственно, за место Элдрича теперь у нас здесь Диабло Клон. Ну, соответственно, дальше мы этого Диабло Клона затюкиваем, убиваем. В принципе, любой билд, который хорошо ходит по Убер и справится с этим без особо каких-то проблем. И после того, как вы его убьете, из него выпадает единственный предмет, маленький оберег, который и является Анихилусом. Распознавать этот чарм или нет, вы уже сами определяете. Я предпочитаю их не распознавать на текущий момент, потому что очень велика вероятность того, что будут очень низкие характеристики, и вы его потом не продадите. Просто за ту же цену, за которую можно продать неидентифицированный Анихилус. Ну, вот однажды мне повезло, и попался 19-16-10 Анихилуса. Соответственно, это очень хороший параметр для него, и, в принципе, его можно продать раза в полтора дороже, чем продаются неидентифицированные Анихилусы. Но так везет далеко не всегда, поэтому лучше продавать их неидентифицированными. В чем же вообще прелесть этого Анихилуса? Анихилус это чарм, который имеет в себе несколько очень крутых параметров. Во-первых, у него есть плюс ко всем скиллам. Во-вторых, он дает вам от плюс 10 до плюс 20 ко всем характеристикам. К силе, ловкости, живучести и энергии. В-третьих, он дает от плюс 10 до плюс 20 ко всем сопротивлениям. Одна из уникальных черт именно Анихилуса, он дает еще и прирост, прибавки вашего опыта. От 5 до 10% больше опыта вы будете получать во время прокачки. Это достаточно уникальная характеристика. И такая же есть, например, еще на посохе Андаля. Достаточно простом предмете, который вы можете найти. Там всего 5% вы будете получать. Ну и вот Анихилус тоже, получается, дает возможность вам получить прибавку к опыту. И все вот это теперь давайте сложим и уместим в одну клеточку вашего инвентаря. То есть это просто максимально убер-предмет, который все хотят получить. И поэтому он стоит достаточно дорого. На текущий момент его стоимость колеблется где-то в районе руны Бир. Ну, понятное дело, что чем больше их будет добываться, тем более дешевыми они будут становиться. А теперь давайте разберемся, где же нам взять 150 камней Джордана из таких дорогущих колец. Или как оказаться в игре, в которой эти кольца продаются, чтобы получить Анихилус. Все достаточно просто. В одиночку вы это никогда не сделаете, с большой долей вероятности. Единственный вариант получить Анихилус и попасть на Диабло Клона, это организоваться на каком-нибудь форуме или где-то еще и все вместе на него поохотиться. Как это происходит? Ну, например, мы можем на D2GSP, площадка, про которую я постоянно говорю, найти в разделе Сервисы, набрать слово Клон, да, Поиск. И смотрим, что здесь есть. Ну, вот, например, сегодня будет какой-то забег на... Это не сегодня, да, 15-го числа был последний пост, но тем не менее. 15-го числа, вот, например, ребята собирались и дважды в день сбегали за Анихилусами. За вход, как правило, платите теми же камнями Джордана. То есть, здесь вход, по-моему, 2 камня стоит, да, вот, 200, шентрифи. То есть, если у вас есть 2 камня, вы связываетесь с организатором, передаете ему эти камни, он собирает их со всех. И дальше что происходит? Дальше вы договариваетесь, на каком сервере, на каком IP-адресе конкретного сервера вы встретитесь. И на этом сервере будут продаваться камни Джордана. Соответственно, здесь какой очень важный момент, который нужно понимать, вы не гарантированно получаете Анихилус. Вероятность того, что вы окажетесь на нужном сервере, на нужном IP-адресе, примерно где-то 85%. В среднем, вот, по статистике, которые объявляют сами организаторы. Я, честно сказать, не знаю, какая там по факту статистика. Как это сделать? Внутри игры простых алгоритмов попадания на конкретный сервер нет. То есть, это, по сути, постоянные входы и перезаходы в игру до тех пор, пока вы не окажетесь на нужном IP-адресе. Ну и, соответственно, дальше вы, когда окажетесь на адресе, просто сидите, ждете, когда организатор начнет продавать эти камни Джордана сразу всей кучей. В тот момент, когда появится Диабло, вы его убиваете и забираете себе Анихилус. Все, в принципе, все просто. При стоимости 2 Stone of Jordan это мероприятие, естественно, окупается, потому что 2 колечка у нас на текущий момент стоят где-то в районе 2000 фг, да, если мы говорим про форумную валюту. А продать неэдентифицированный Анихилус вы сможете где-то за 3000 фг. То есть, ну, чисто навар 1000 фг за каждый забег. Но, опять же, не забывайте про то, что вероятность того, что вы найдете сервер примерно 85%. То есть, вы можете просто дать 2 кольца и сервак не найти. Как правило, такие организаторы собираются где-нибудь в Дискорде, и там, собственно говоря, все общение происходит. Там организаторы курируют, чтобы как можно больше игроков оказались на нужном сервере, с нужным IP-адресом. Ну и, естественно, что если этого не происходит, то организатор может по-разному поступить. Кто-то просто отменяет мероприятие, кто-то там дожидается, пока все равно 85% игроков окажутся на нужном сервере. Возвраты кто-то делает, кто-то не делает. Ну, в общем, это такая уже достаточно договорная история, как договоритесь, по сути. Однако, если вы играете в офлайне, то есть сами с собой, то для вызова клона Диабло вам достаточно продать всего лишь одно колечко Джордана, и, собственно говоря, Диабло появится. Тут проблем гораздо меньше. Ну, а вот для того, чтобы в батлнете все-таки его получить, здесь нужно постараться. Но, надеюсь, этот процесс для вас стал хотя бы чуточку понятней после этого ролика. Выражаю благодарность всем, кто поддерживает канал материально через кнопку донатов или через кнопку спонсорства. В частности, особую благодарность хотелось бы выразить Дмитрию Сайт, товарищу Филинову, Водяному Коту и Рустему Рахматулину. Спасибо вам большое. Ну, вот и все.